Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия и программа «Правительственная связь». И сегодня у нас в студии министр финансов Чувашской республики Светлана Янилина. Добрый день, Светлана Александровна. День добрый. Светлана Александровна, во-первых, спасибо, что согласились прийти и ответить на наши вопросы. Я предлагаю начать с хорошей, с приятной новости. Буквально на днях стало известно, что рейтинг правительства Российской Федерации опубликован, новый по итогам 2013 года. Чувашия в этом рейтинге существенно улучшила свои позиции и вошла в двадцатку лидеров. Вот что это за рейтинг, с какой целью он составляется и, собственно, какие у нас от этого преференции? Действительно, конечно, вы правильно говорите, что Чувашская республика значительно улучшила свои показатели. Вошла в двадцатку лучших, в двадцатку лидеров, в которых в последующем даже оказывается финансовая помощь с федерального бюджета за то, что обеспечили эффективное управление государственными задачами, которые ставятся перед правительством, правительством субъекта. Ну вот, в общем-то, как уже было, знаете, наверное, из этого рейтинга всего там 14 показателей, из них 12 основных, два дополнительных, учитывающие индивидуальные особенности каждого субъекта. Ну, соответственно, наша республика обеспечила выполнение почти всех основных, всего три показателя не достигнута. Ну, нужно отметить, что они имеют тоже положительную тенденцию, динамику роста, ну, в общем-то, чуть ниже, чем темпов роста по Российской Федерации. Вот, и если конкретно говорить о показателях, то те показатели, которые координируют или отвечают в Министерстве финансов, это один из показателей основных, это увеличение собственных доходов. Второй показатель попадает в блок дополнительных, это управление государственным долгом. Вот два этих основных показателя, ну, имеется в виду основных для нашего министерства, они выполнены. Что касается собственных доходов, они составили 27,9 миллиардов по итогам прошлого года. Мы увеличили поступление собственных доходов на 9%. То есть рост к плану с 9%? Нет, не к плану, к аналогичному периоду прошлого года. То есть мы стараемся планировать таким образом, чтобы практически учитывать все возможные доходы. Поэтому к плану такого роста его нет. Мы при формировании бюджета, при уточнении бюджета, мы закладываем все наши возможные дополнительные поступления. Ну, соответственно, поэтому мы всегда этот показатель сравниваем к аналогичному периоду, то есть к 2012 году. На 9% мы, как я уже говорила, увеличили доходы свои. Для сравнения могу такие же темпы привести по Приворскому федеральному округу, это 5%. По Российской Федерации 3% роста. Ну, соответственно, по темпу роста... То есть вот в этой позиции мы выглядим очень убедительно. Да, очень убедительно. Что касается следующего показателя, это государственный долг. Действительно, мы сумели уменьшить государственный долг. Всего-то в прошлом году 8 субъектов, по данным Минфина России, уменьшили государственный долг. И 48% к собственным доходам составил у нас государственный долг. 9,8 миллиардов рублей к началу этого года. Ну, в течение этого года также она продолжает снижаться. В течение первого квартала оно еще снизилось. Но нужно учитывать, что мы планируем еще и размещение в этом году. Соответственно, оно сбалансируется уже, рост будет в течение этого года с учетом наших размещений облигаций. Светлана Александровна, вот такой вопрос у меня, в общем, достаточно житейский. Ведь очень многие люди, если проводить параллель между регионами и, допустим, семейным бюджетом, очень многие годами живут в долг. То есть в одном месте перезанимают, в другое отдают. И ничего, как-то, в общем, совершенно нормально. Кредитов имеет бешеное количество. Но как-то вот совершенно спокойно себя чувствует. Точно так же и многие регионы. То есть они живут с большим государственным долгом и, что называется, вуз не дуют. Почему для нас настолько важно, как можно скорее рассчитаться, сбросить с себя эти долговые обязательства? Чем они так вот мешают? Должно быть, конечно, для каждого важно жить посредством, так скажем. Но в любом случае, учитывая, что регион дотационный, у нас нет, так скажем, тех вот ресурсов природных, которые могли бы позволить нам выйти на те уровни, когда мы можем обеспечивать все свои расходы. Поэтому нам приходится заимствовать, брать кредиты, размещать свои облигации для того, чтобы обеспечить выполнение всех взятых на себя обязательств. Но при этом, конечно, оно должно быть сбалансировано все. То есть наш долг не может быть больше, чем мы зарабатываем. Поэтому вот это соотношение мы всегда переводим. И не только мы сегодня за этим следят и правительство Российской Федерации, за этим очень жестко следит и Министерство финансов Российской Федерации. Потому что это очень важно, чтобы то, что мы зарабатываем, оно могло покрывать те наши долги, которые мы наработали. И учитывая важность этого момента, если потеряется какой-то момент контроль, то есть регион заимствовал настолько, что не сможет обеспечить его собственными доходами, то это может привести в последующем, условно говоря, банкротство региона. Этого никак нельзя допускать. Поэтому нужно очень четко, жестко следить за этим долгом, чтобы наши доходы всегда могли покрывать наши долги. Ну, наверное, и в любой семье тоже за этим следят. И, соответственно, это должен быть основной сегодня. Да, к сожалению, как вы говорите, физические лица тоже оформляют кредиты и, соответственно, где-то, наверное, теряют контроль за своими доходами, которые могли бы покрыть их расходы, эти долги. И поэтому мы и на федеральном уровне заговорили об банкротстве физических лиц. В последующем и законодательно это было закреплено. Это очень важно. И нельзя просто этого допускать и физическим лицам, и юридическим лицам, ну и, соответственно, и правительству, конечно, тоже. То есть все-таки пора уже перейти на новую точку зрения и всем запомнить, что банкротство – это плохо. Да, банкротство – это очень плохо, и этого нельзя никак допускать. Но вернемся все-таки к нашим доходам. Вот вы сказали о том, что удалось увеличить доходную часть бюджета. За счет чего? Из чего она складывается? И за счет чего ее удается увеличивать? Вот в целом, если говорить о консолидированном бюджете Чувашской республики, он по доходам исполнен 43 миллиарда рублей. Ну, что такое консолидированный бюджет? Это вот бюджет и республиканский, и муниципальный бюджет. Ну, она отражает, наверное, больше работу или деятельность правительства по управлению общественным финансами. Поэтому больше будем говорить о консолидированном бюджете. 43 миллиарда консолидированный бюджет прошлого года составил. Он увеличился на 7%. Ну, собственные доходы, как я уже говорила, 27,9 миллиардов рублей. Это с ростом на 9% в корне прошлого года. Из чего складываются собственные доходы? Из чего складываются вообще, как вы поставили вопрос, доходы бюджета? Доходная часть формируется как? Доходная часть состоит из налоговых доходов, из неналоговых доходов и безвозмездного поступления. Это субсидия, субвенции, межбюджетная транспортная из федерального бюджета. Что касается безвозмездного поступления, как я уже говорила, они поступают к нам из федерального бюджета. А все остальное это регион, то есть субъект конкретно Чувашской республики обеспечивает сама. Поступление правительства республики контролирует это и, соответственно, принимает те меры, обеспечивающие увеличение этого дохода. Если в целом по доходам посмотреть, то 90% в консультированном бюджете – это налоговые доходы, 10% – это неналоговые доходы. Что же правительство республики делает для того, чтобы обеспечить увеличение этих доходов? В части налоговых – это совершенство налогового законодательства, это отмена налоговых льгот, которые мы считаем неэффективные, и, соответственно, работа с налоговыми органами для того, чтобы была налоговая дисциплина юридических лиц. В целом, если смотреть налоговые доходы, то более 60% составляют это налоги на доходы, то есть это налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организации. Отметить нужно, что это налоговые доходы растет, увеличивается его темп. Это говорит о том, что растет налоговый потенциал экономики республики. Что касается теперь неналоговых доходов. Неналоговые доходы – это доходы от управления распоряжением государственным и муниципальным имуществом. Данные доходы тоже имеют тенденцию роста. Это говорит о том, что действительно эффективное использование, обеспечивается эффективное использование государственного и муниципального имущества. Было принято ряд решений Кабинета Министров Чувашской Республики для того, чтобы обеспечить эффективное использование. Это предоставление земель и имущества только на аукционах, это предоставление их по рыночной стоимости, ежегодной индексации рыночной стоимости, актуализация реестра государственного и муниципального имущества. То есть очень много мероприятий было проведено для того, чтобы увеличить эти доходы. Ну, соответственно, безвозмездные поступления – это субвенцы, субсидии с федерального бюджета, межбюджетные трансферты. Светлана Александровна, буквально месяц назад, по-моему, был разговор. То есть там вот целая серия таких встреч прошла, селекторных совещаний, видеоконференций. Кстати, и вы выступали и пеняли муниципалитетам за то, что они не выполняют планы приватизации имущества. Вообще, то есть они не работают с государственным имуществом, то есть не получают никакой от этого отдачи. Это стоит у них мертвым грузом. Да, не государственным, а муниципальным, наверное, имуществом было. Но эта тема стоит, постоянно мы эту тему мониторим, потому что, действительно, как я уже говорила, 10% доходов. То есть одно дело – это Чебоксары и Новый Чебоксарск. Их даже можно не брать, там понятно, что вся основная часть сосредоточена, и самый большой спрос. А вот в муниципалитетах? В муниципалитетах, в большей части, мы поднимали тему, во-первых, по актуализации реестра, для того, чтобы навести там порядок, темы тоже присутствуют. Это во-первых. Во-вторых, мы тоже говорили по предоставлению уже по рыночной стоимости муниципального имущества только так и на аукционах. И следующая тема, которую мы поднимали, это работа по взысканию задолженности. Действительно, оно в какое-то время некоторыми муниципальными районами было упущено, но на сегодняшний день мы видим динамику уменьшения этой задолженности. И, соответственно, это тоже влияет уже на рост неналоговых доходов, собственных доходов. Эта работа, она вот постоянная, потому что у нас задолженности, они вот возникают или сегодня, или завтра они могут возникнуть. Задачи муниципалитетов, чтобы отслеживать за своими арендаторами и отслеживать свое временное поступление доходов в муниципальный бюджет. Ну вот опять же, да, не берем Чебоксары снова в Чебоксарском, они на особом положении, а вот среди муниципалитетов кто в лидерах, кто в аутсайдерах, кто активнее работает по наполнению бюджета, кто, в общем, ждет каких-то межбюджетных взаимоотношений в свою пользу? Да, мы, конечно, больше ориентируем муниципалитеты. Может быть, можно даже правильно сказать, у меня им сознание, что все-таки сегодня не нужно понимать или не нужно себя ориентировать на то, что кто-то придет и поможет. Все-таки сегодня нужно понимать и искать варианты решения, что мы сами можем делать именно в таком направлении двигаться. Если говорить по прошлому году, то у нас снижение доходов допустили, могу назвать, два муниципальных района, это Яндековский район, Аликовский район, но в то же время мы видим сегодня уже по итогам четырех месяцев этого года, то темпы роста у них высокие, то есть они даже перекрывают выпадение доходов по прошлому году. Мы будем надеяться на то, что они выдержат эти темпы до конца года и, соответственно, это выровнится, если за два года в сравнении взять. И наша задача, поэтому мы постоянно мониторим, даже еженедельные мониторинги есть, ежемесячный мониторинг мы ведем по исполнению бюджета муниципальных образований для того, чтобы действительно обеспечить рост доходов, для того, чтобы бюджеты были сбалансированы и, соответственно, обеспечивать все взятые на себя бюджетные обязательства. Светлана Александровна, принято считать, что дотационные регионы, к которым Чувашия относится, не самостоятельны в финансовой политике. То есть мы получаем деньги извне и, соответственно, мы вынуждены подчиняться воле тех, кто дает эти деньги, то есть на условиях, на которых их нам обещают. Вот так ли это и как вообще дотационность влияет на бюджет региона, на развитие экономики? Вы знаете, тут, наверное, немножко разделить это нужно. Вот такое понятие, о котором вы говорите, что есть зависимость принятия финансовых решений, есть, но оно относится к той категории субъектов, где в бюджетном кодексе метонормы предусмотрено безвозмездное поступление из федерального бюджета составляет за последние два года 60 и более процентов. Действительно, к этим субъектам применяются уже жесткие такие санкции и согласование всех своих действий, финансовых действий, финансовых расходов, согласование с правительством Российской Федерации. Такие субъекты есть на территории Российской Федерации, но Чувашская Республика к ним не относится. Чувашская Республика сегодня безвозмездное поступление занимает где-то 35-40% от собственных доходов. Соответственно, это не привязывает нас к ничему, и мы самостоятельно можем принимать решения по использованию собственных доходов. Но в то же время тут нужно учитывать еще, что мы ежегодно увеличиваем свои доходы. По итогам прошлого года собственные доходы стали 65% от общих доходов республиканского консолидированного бюджета. И, как я уже говорила, только за последние три года мы обеспечили увеличение собственных доходов 7,9 миллиардов рублей. Это говорит о том, что у нас растет самодостаточность региона. У нас ежегодно увеличивается вот эта доля собственных доходов в общем объеме доходов. Ежегодно она увеличивается. Только по прошлому году к 11-му она увеличилась на 1,1% пункта. Ну, соответственно, мы ставим перед собой задачу в этом году еще также его увеличить, выдерживать эти темпы. То есть это вот немалые темпы для нашего региона, где я говорила, что у нас нет ни нефти, ни газа. Мы просто за счет развития без этих сырьевых ресурсов развиваем свою экономику. Ну, вот именно благодаря тому, что у нас растут собственные доходы и динамика у них хорошая, вы вначале говорили про рейтинг регионов, вот это и позволило нам серьезно действительно повлиять на этот показатель и выйти нам в двадцатку лидеров. Светлана Александровна, а вот увеличение собственных доходов подразумевает сокращение поступлений из федерального бюджета? То есть, ну, вроде того, что зачем же нам давать, если мы и так хорошо зарабатываем? Вы знаете, оно влияет, наверное, на некоторые дотации, на сбалансированность, там, вот на эти. Но в то же время из федерального бюджета мы получаем немало грантов на развитие той или другой отрасли, субсидии конкретно целевые. И, соответственно, наши вот многорода тоже очень серьезный объем поступления. Только по прошлому году при увеличении своих собственных доходов, я показала динамику роста, она была выше, чем по России, выше, чем по Приволжскому федеральному округу. Ну, безвозмездные поступления при этом мы тоже серьезно увеличили. Ну, это вот за счет именно тех вот направлений, о которых я говорила. Это вот и развитие реального сектора экономики, это социальная сфера, и на садике мы очень большие объемы средств получаем. То есть, в нашем случае, получается, это своего рода поощрение за увеличение собственных доходов, значит, соответственно, увеличиваются и премии. Понятно. На протяжении всех последних лет, многих последних лет, бюджет Чувашии сохраняет явно выраженную социальную направленность. То есть, у нас львиная доля расходов идет на социальную сферу. Каким образом удается при том, что социальные расходы все-таки у нас растут год от года? За счет чего это удается? Совершенно правильно. Действительно, у нас бюджет социально ориентированный, и 68% наших расходов это идет на социальную культурную сферу. 31 миллиард рублей. Поэтому, для того, чтобы обеспечить эти расходы, мы используем и собственные средства, привлекаем здесь федеральные средства федерального бюджета. Но, в любом случае, мы должны понимать, что первоочередная задача правительства – это создание благополучных, хороших условий для проживания, для развития вообще общества. Ну, соответственно, несмотря на то, что там экономические, так скажем, кризисы, несмотря на то, что геополитика, она вот нестабильна, так скажем, несмотря на все эти факторы, задача правительства республики ставит перед собой задачу, глава Чувашской республики ставит задачу обеспечения, именно улучшения качества жизни. Соответственно, поэтому первоочередными они, наши расходы и остаются. Мы должны понимать, что действительно это можно называть даже некое вложение в перспективу, в будущее. Потому что по этому расходу, по этому направлению мы приобретаем высокотехнологическое медицинское оборудование. Мы строим садики, мы строим физкультурно-спортивные комплексы и обеспечиваем выпад социального характера нуждающимся гражданам. У нас очень серьезный действительно пакет, поддержка социального характера. Вот если даже смотреть такой показатель, как ежемесячные денежные выплаты нашим ветеранам труда, они у нас одни из высоких в Приморском федеральном округе. На сегодняшний день в республике это 1000 рублей 82, 1082 рубля. Также могу привести в сравнение соседей наших. Например, в Мордовии это меньше 800, у Лианске, Мариэлла чуть выше 800 рублей. И еще один немаловажный фактор – это количество наших ветеранов труда, в общем, количество пенсионного возраста. У нас они выше 40%, это 46-48%. Также могу привести в сравнение, в Татарстане, например, только 28% людей пенсионного возраста, в общем, количество имеют эту вот поддержку, выплату социальную. 28%, 30% этого в Мариэле. То есть, как мы видим наши соседи, даже мы оказываем социальную поддержку, и в абсолютном размере она сегодня выше, чем в Среднем Приморском федеральном округе. И, соответственно, количество получателей у нас тоже выше среднего по Приморскому федеральному округу. 1,8 миллиарда по данному направлению мы в прошлом году отправили средств в республиканского бюджета. В текущем году у нас в планах 1,9 миллиардов рублей. Светлана Александровна, между тем, ну, как правило, такие вопросы возникают во время формирования бюджета, во время работы над бюджетом следующего года. То есть, это используется вот как тема для таких очень жестких дискуссий. И периодически возникает такая точка зрения о том, что, ну, неправильно это, вкладываться только в социалку и не вкладывать ничего в развитие экономики. То есть, оппоненты упрекают, собственно говоря, и ваших предшественников. То есть, это довольно давний спор, он тянется довольно долго. Вот вы сами что думаете по этому поводу? Может быть, мы действительно нашу экономику как-то недоподдерживаем? Ну, в любом случае, наверное, задача правительства заниматься учением качества жизни. Это во-первых. Во-вторых, я уже говорила, вот по данному разделу мы направляем наше бюджетное сигнование на строительство садиков. Неужели это вот сегодня, кто-то может сказать, что это неправильные расходы бюджета? Мы направляем на приобретение медицинского оборудования, на ремонт учреждений медицинских, строительства ФАПов. Только по прошлому году построено 20 ФАПов. Что это? Я, наверное, все-таки нельзя, наверное, считать, и в принципе неправильно будет, что это неправильные расходы бюджета. Может быть, когда идет такое обсуждение, неправильно понимается, что включается в этот раздел. Может быть, неправильно понимается, что этот раздел содержит такие же расходы инвестиционного характера, как я уже говорила, строительство физкультурных комплексов, строительство ФАПов, строительство садиков, строительство школ. То есть, может быть, недопонимание здесь идет, только в этом проблема. Это во-первых. Во-вторых, все-таки я поспорю с тем, что мы не направляем на поддержку реального сектора экономики. Если смотреть расходы прошлого года бюджета, то наибольший темп роста – это национальная экономика. То есть, поддерживается и отрасль экономики с наибольшим темпом роста по сравнению с 2012 годом. Поэтому то, что вы говорите, позиции оппонентов, они здесь, мне кажется, немножко приведены ими неполный анализ исполнения бюджета. Ну и потом, например, если говорить о строительстве детских садов, ну как это можно назвать, если не инвестициями в экономику? Да, вот сами тоже подтверждаете, как это можно назвать, что это не инвестициями в экономику. Это все равно, оно влияет на экономику. Это у нас наши родители, мамы, они идут на работу, детей разместили в садике. Они совершенно спокойны, потому что оказываются качественные услуги. Сегодня современные садики строятся, создаются новые места для наших детей в дошкольных образовательных учреждениях. Поэтому как можно, даже строительство тех же ФАПов, фельдшерских и акушерских пунктов, как можно назвать, что это не экономика? Даже вложение средств в медицину. Сейчас медицина, Министерство здравоохранения очень усиленно работает над диспенсеризацией. Это тоже нужно отнести к вложениям экономики. Нельзя его от экономики тоже отдельно рассматривать. Ну что ж, Светлана Александровна, спасибо вам большое за достаточно подробный, интересный разговор. Приходите к нам еще. Обязательно. Я напомню, что сегодня у нас в студии была министр финансов Чувашской республики Светлана Александровна Енилина. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова